Опа, поклёвка, поклёвка, поклёвка. И, наверное, сидит уже. Ну, такую густерку ладошечную. Можно ловить её на каждом забросе. Так у нас полный вабан. Отдали кукурузы. Мы поехали в незнакомое место. Посмотрим, что из этого получится. Мы выбрали не синицу в руке, а журавля в небе. В это воскресенье опять на рыбалку. Рыболовный привет! С вами Алексей Страшный и канал Страшная Рыбалка. Больше месяца мне не удавалось попасть на реку. И вот, наконец-то, это случилось. Идёт дождь, ужаснейшая погода. Несмотря на это, мы на спонтанной, простой рыбалке. И сейчас уже начнём охоту за трофеями. Оп! Уровень воды высок. Если я вам скажу так. Не просто будет рыбачить. Но весьма-весьма-весьма интересно. И, наверное, перспективно. Папка чистит наше будущее место. Мы станем здесь как раз вдвоём. Видите, там отмель хорошо. Ну, почему нет? Да, вот такое место у нас будет. Сейчас. Как тебе, Пап? Для... Глина. Глина. Для Стальки, думаю, будет то, что надо. И вещь прибойная как раз на стечении. Бросать далеко не надо. Думаю, рыбка будет совсем под берегом. А ну, покажись, Насте. Ой, они сколько не видели уже. Год. Год не видели воду. Ну, посмотрим. Да, вот такие вот деснянские красоты. Какие места. Птички как поют. Ох! И вот он, Равлик наш друг. Переползает нам дорогу. Как видите, у нас сегодня олдскульная рыбалка. Это сваренный горох. Это панировочные сухари. У нас равные прикормки, дабы дуэль Стальки и Фидера была честной. Сейчас мы это все замешаем, подготовим. И вперед за заветными рыбами. Ничего секретного. Только сваренный по секретной технологии горох. Панировочный сухарь. Смешиваем для того, чтобы... Подсушить смесь и вперед. Конечно, у меня есть еще пару пачек от прикормки. Аналогично с этой же целью, чтобы просто горох связать. Потому что он у нас влажноватый. Мы его так специфически варили. Как хорошее. По сути, наша прикормка готова. Если горох сварить правильно, достаточно на берегу просто досыпать сухой смеси. Или тех же панировочных сухарей, которые доступны абсолютно каждому. Так, пока папка выбирает кормушку, я вам покажу супер секретную насадку. Это мастырка домашнего происхождения. Какая она ароматная. Давно мы не ловили на мастырку. Но, видно, пришло время. Поговаривают, конечно, что платва уже прошла. Но мы очень жаждем ее поймать. Поэтому сделаем все, чтобы несколько упитанных рыб все-таки оказалось у нас в руках. Так вот я вчера собирался на рыбалку. Бросил все, что было. Сейчас будем походу определять дно, выбирать кормушки. Когда не знаешь, что взять, нужно брать всего и побольше. Рыбалка у нас простая. Сейчас сделаем такой быстрый промер. Но я думаю, ловить мы будем в метрах 20-25 и не дальше. Заводалась у меня такая кормушка 100-граммовая. Сейчас попробуем ее закинуть. Может, будет держаться. Я даже не удосужился взять поводков готовые. Хоть у меня их навязано. Боюсь даже представить, сколько. Мы сейчас вяжем этот поводочек. Когда ты никуда не спешишь, приезжаешь на рыбалку, под настроение вяжешь крючок и поводок. Она какое-то творчество добавляет. Сейчас сделаем такой мини-лайт стартовый закорм. Наплыла трава, уже показалось, что клюет. И отправим наш крючок. Охотиться за тем, кто сейчас в этом месте едет. Если в летнее время я безоговорочно сделал бы 10-12 забросов, то сейчас 5 это максимум. И то в расчете на то, что здесь могут быть лещи, а не плотва. Как видите, животные компоненты я вообще не даю при закорме. Это излишних. У нас их не так много. У нас рыбалка спонтанная. Поэтому экономим их для наших кормушек, когда мы повесим поводок. Немного мотыля. Насадочного кормового. Опарыши. Видите, несмотря на дождь, я их храню в таких вот емкостях. Сечет их. Очень удобно. Насадка не расползается. Еще и сама очищается. И немного пинки. Также у нас есть вот такая вот секретнейшая добавка. Добавка-насадка. Это мастырка по секретному рецепту. Я думаю, папка вскоре попробует. Мы поставим большой крючок и вот такие огромные шарики будем насаживать. Так, пару красивых пиночек. Пару мотыльков. Начнем мы с такой комбинации. Посмотрим, есть ли там вообще какая-то рыба. Что такое спонтанная рыбалка в моем понимании? Это когда ты вечером приезжаешь в гараж. Там дикий разгардеяж. Ты берешь все, что необходимо. Сбрасываешь это все в ведра. Там такая же каша. И уже ночью определяешься, куда ехать. Так случилось именно в этот раз. Мы поехали в незнакомое место. Посмотрим, что из этого получится. Так, первая поклевка. Ой, ну это кто-то... Кто-то маленький явно. Так, кто-то... Ага, ну не такой уже маленький, если честно. О-па-пам! Так, такая вот платва. Ну как вам сказать, для открытия сезона в принципе сносная. Ой, а какая она шершавая. Шершавая-прешершавая. Ай, взяла крючок как надо. Слушай, она такая шершавая эта рыбина. По-другой. Шершавенная-прешершавенная. Ну клевало так еле-еле. Вот он. Первый деснянский трофей. Мы от нуля ушли. Пока Сталька проигрывает Фидеру. Но еще не вечер. А-а-а! Монстряка! Она сейчас отправится обратно в воду. Вот! Складывать мы будем в один садок. Я вам скажу, меня упрекали на предмет того, что я рыбу не ложу в садок. Непонятно, сколько я ловлю. Сейчас холодная вода. В принципе, рыбе это допустимо. Пиночки в прикормку дать. Не знаешь, что делать. Режь любую животную составляющую. Какие-то вон ботинки, бутылки. Все что угодно плывет по десне. Но надо отдать должность здесь еще относительно чисто. Мы начинали с нескольких спичка пинок. Потом опарыш спинкой нам принес рыбку. А сейчас мы сделаем просто опарыш и мотылек. Не знаю, заметили ли вы. Мы укоротили поводок. И сразу получили поклевку. На самом деле, на десне все настолько локально. Изменения глубины. Это то, что когда ты приезжаешь на абсолютно неизвестное место, очень тяжело распознать и выбрать правильную точку. Поэтому приходится иногда переходить, искать. Я попробую сейчас еще раз рыбу докормить. А папка в свою очередь попробует сменить локацию. Посмотреть, что же там. Здесь в принципе очень интересно. Трава на дне. Дальше она заканчивается. Начинается песчаная коса. Отмель. Ну вот, все предельно хорошо и замечательно. Но поклевки не следуют одна за другой. Вот только что у меня опять какая-то рыбка пошевелила. И вертип. Но нету жадных и регулярных поклевок. Есть разнообразные рыболовные приметы. Некоторые говорят, что садок нельзя забрасывать до того, как поймал рыбу. Нельзя собирать подсак до того, как поймал рыбу. Мы не сделали ни то, ни другое. И пока всего одна платва в нашем активе. И то такая залетная. Дело в том, кто во что на самом деле верит. Кто-то верит в рыболовные приметы. Кто-то нет. А мы не верим, а постоянно что-то меняем. У нас сейчас берега переполнены всяческими китайскими колокольчиками, которые издают очень противный звук. Их используют практически все, поскольку только они продаются в магазинах. А ранее были вот такие вот, приятно звенящие. Их так повесим. И сработает он только, когда клюнет огромная-преогромная рыба. Сейчас есть много мест, где точно рыба клюет вблизи Киева. И эти места просто заполнены рыболовами, которые приезжают кто в два ночи, кто в три. А кто еще с вечера для того, чтобы занять места. Мне такая коллективная рыбалка ужасно не нравится. Я не получаю удовольствия. И мы поэтому с папкой забрались куда подальше. Подальше от людей. Ближе к природе, которая еще относительно не тронута. И таким образом отдыхаем. Напишите в комментариях, пожалуйста, любите ли вы коллективную рыбалку. Так называемую рыбалку в толпе. Или же вам приятнее уединиться на берегу и наслаждаться природой. Что там на крючке? На крючке есть рыба. Рыба, рыба. Кто там? Опа! Это не та платва, которую мы бы хотели увидеть. Мы ее так, конечно же, положим в садок для протокола. Но не более того. Еще сделаем несколько забросов. И нужно явно менять место. Только мы собрались менять локацию. У меня сошла хорошая рыба. Папка вот взял платву на стальку. Ну, пока счет 2-1 справедливости ради. Но это платва крупнее. Поэтому можно считать ничьей. Мы выбрали отличное место. Глубина 1,5-2 метра. Но рыбы здесь почему-то нет. Всего несколько платвиц. Вот поэтому, скорее всего, мы сейчас начнем наше движение вниз по течению. Там река делает поворот. Там некие заводи и немного глубже. Может быть, сейчас рыба держится в несколько более глубоких местах. Солнца нет, дождь. Несмотря на то, что тепло, может быть, рыба отдыхает на ямах. Ну что, мы сменяем место. Обнуляем счет. Лодочки вперед. Для вашего понимания, на расстоянии порядка 40 метров кормушка 160 граммов еле-еле удерживается на дне. Глубина, ну, не более 2-2,5 метров. Сложность в том, что на таких песчаных, скажем так, котмелях не за что кормушке зацепиться. Здесь нет явно выраженных бровок. Скат он такой плавный, пологий. И поэтому, как бы, очень-очень проблемно здесь найти точку. И необходимо применять вот такие вот тяжеленные кормушки. Да, рыбалка редко бывает прогнозируемой. Все мы хотим наловить рыбу, стать в первое попавшееся место. Но предчувствие мне подсказывает, что там, где мы стоим, там слишком мелко. И, возможно, поэтому рыбы там сейчас нет. Она может быть проходной. Вот здесь течение отходит от берега. Здесь глубже. Возможно, здесь нам улыбнется удача. Начинаем рыбалку сначала. Надо сделать закорм. И вперед. Так, поклевка на леща, похоже, был отстрел. А за рыбу? Опять кто-то там трусит. Так, кто-то там. Ну, такая годная гостеря. Здесь червя, может, мастерку попробовать, а? Что ты думаешь? Что там? Ага, там опитанная плотва. Ну, такая соточка. Здесь, да, ну, есть не крупная, есть с мотелем. Такая себе рыбка. Рыба. Ну, маленькая. Рыбалка трудовая, она не дает нам расслабляться. Опа, поклевка, поклевка, поклевка. И, наверное, сидит уже. Да, уже сидит. Длинный поводок. Опа. И густирка. Садок. Есть, 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 есть. Да, да, в заброске идет. Но я уже крючок побольше поставил, чтобы хоть более-не-менее рыбок доставать. А, кстати, кто-то кушал эту густеру, видите? С этой стороны не кушал, странно. Ну, она пока в садок, а там посмотрим. Трофей стальки. Вот такой вот. Ну, нормальная густера. Мы, конечно, ждали больше. Мы лещей килограммовых хотим. Это вроде весь. Несерьезная рыба. Мотыль дает несерьезную рыбу. Перешли на чистый олдскул. Мы сменили опарыши, мотыли, черви на мастырку. Утром удалось получить поклевку на мастырку и поймать хорошую платву. И вот мы сейчас делаем акцент на крупную рыбу. Мы поставили толстые поводки 0,16, огромные крючки. И ждем. Да, сейчас будем смотреть. На мастырку, бах. На мастырку, да. Где такой-то ковалык? Ого. А ну что там? Ковалык такой. Клотва. О, а говорят, клотва не берет на мастырку. Да. В этом месте, куда мы переместились, глубина несколько больше. Здесь порядка трех с половиной, может даже четыре метра сейчас по высокой воде. Вот. И рыбы здесь явно больше. Проблема лишь в том, что либо крупной нету, либо мы ее просто не можем как-то селектировать. Мы уже перепробовали разные прикормки, разные насадки, комбинации. Вот. Была поймана крупная рыба на мастырку. Достаточно хорошая плотва. Вот. Но опять-таки одна. Да. Мастырка. Мы рассчитывали укропнить рыбу, но даже мелкая густера может позариться на мастырку. Мы же и мастырку вот эту сюда. Туда. Все. Вот так у нас полный вабанг. Отдали кукурузы. Всего-всего. Все остатки корма, которые есть, смешали. И сейчас будем делать финальный закорм. Надеюсь на то, что какая-то крупная рыба к нам все-таки придет. Сдолбало и ничего. А нет, чего? О боже. Это несчастниче. Прозрачные. Не густера. Кошмар какой-то. Да, каждый выбирает свой подход к ловле. Кому-то важно просто поймать рыбу. Нам же важно поймать трофей. Мы сначала пробовали классической фидерной тактикой мелкую рыбу, собрать крупную рыбу и таким образом построить ловлю. Но кроме мелкой рыбы за часы рыбалки к нам никто не пожаловал. Были такие непонятные поклевки, но они не заканчивались ничем. Я попробовал уменьшать и утончать снасть. Ставить манюсенькие крючки. Но это также не привело к поклевкам трофейной рыбы, а наоборот не давало возможности этой крупной рыбе искать насадку, поскольку поклевки всякой мелочевки следовали просто на пятой-десятой секунде. В конце концов мы перешли к мастырке, к такой объемной растительной насадке и у чуда на нее действительно стала клевать рыба. И клевать явно крупная рыба, поскольку у папки было несколько хороших загибов. У меня была одна очень такая знатная поклевка, то есть видно по рыбе, что она вот загибала так фидер, но к сожалению мимо. Сейчас мы имеем всякие касания. Понятное дело, что крупную насадку мелкая рыба не возьмет и она там лежит в гордом одиночестве в ожидании леща, плотвы или любой другой крупной рыбы, которая здесь окажется. Мы кормим одну точку, это ближняя дистанция, порядка 15-17 метров. Интересное достаточно место, глубокое. Я искал рыбу дальше, еще дальше и на мели, но единственное место, где крупная рыба себя проявляла, это вот это вот такое ближнее углубление. Кстати, несмотря на дождь, Пороша и Пинки в этой емкости себя чувствовали очень комфортно. Как видите, они не расползаются, не могут выползть, они все там, очень удобно. Да, дождь усилится, я думаю, мы вскоре будем заканчивать нашу рыбалку. Трофейную рыбу нам сегодня поймать не удалось, что мы только не делали, куда и кого мы только не забрасывали воду, но видимо у рыбы другие аппетиты. Тем не менее, мы провели очень классный день, здесь тихо, здесь нет никого и действительно получили удовольствие. Ну, река нам сегодня преподала урок, вот это вот наш удел. Забыли мы за зиму, как ловить рыбу с папкой, но скоро наверстаем, в это воскресенье опять на рыбалку. Трофеи отпускаем, если их можно назвать трофеями. Ну, а сегодняшний день наш, как видите, по лицам удался. Не забываем ставить лайк этому видео, подписываться на канал Страшная Рыбалка, активировать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну, а с вами был Алексей Страшный и Александр Страшный. До скорых встреч на водоемах. Пока-пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова